друзья всем привет с вами интернет-магазин best kitchen и сегодня у нас очень интересный обзор мы будем тестировать ножи из порошковой стали на обзоре у нас сегодня сразу три линейки якселей это линейки ножей из порошковой стали sg2 с дамасскими обкладками сегодня мы будем обозревать линейку якселя super go y яксель go 161 и просто яксель go ножи сами по себе отличаются количеством слоев в линейке якселя super go y 193 слоя ножи выполнены из порошковой стали sg2 рукоятка здесь из миккарты интересный дизайн на рукоятке логотип такой на некий герб самурая сделан это не гравировка это не печать здесь какие-то металлические части непосредственно вделаны в рукоятку смотрится очень симпатично соответственно у всех линеек есть больстер сзади на пятки тоже японские иероглифы также иероглифы у нас идут и на лезвие линейка яксель super go y силан самая топовая линейка у коллегу ножей вообще яксель и имеет 193 слоя следом идет ножи яксель go 161 коллекция отличается тем что у нее 161 слой рукоятка также сделаны из миккарты но очень классное креативное решение в том что здесь миккарта черная с красным то есть миккарта красного цвета ее очень трудно встретить в кухонных ножах мы вообще не всегда она используется даже в каких туристических ножах но смотрится она очень классно и придает такой некой брутальности данному ножу также сделаны из миккарты соответственно рукоятка немного по дизайну она отличается если у y да здесь идет символика самурая то здесь у нас три клепки также есть на сзади на пятки иероглифы китайские да идут японские вернее прошу прощения потому что ножи все-таки у нас японские и производится как вы знаете мы неоднократно уже говорили что яксель производится исключительно в японии с 1932 года ножи с такой довольно таки большой историей и специалисты компании яксель можно сказать практически уже вековую историю до своих моделей своих произведений искусства имеют и еще одна линейка из порошковой стали их всего три у бренда яксель эта линейка гол ее отличие в том что здесь 101 слой идет рукоятка здесь серая с черным также из миккарты по дизайну она принципе ничем не отличается от яксель гол 161 ну естественно разное количество слоев и разные иероглифы здесь идут на пятки ножа ну и соответственно только цвет рукояток в основном ножи очень очень похожи но в любом случае давайте посмотрим какие ножи есть вообще в коллекциях ножей из порошковой стали и уже перейдем к тесту непосредственно их на продуктах также хочу обратить внимание что в этом году у коллекции яксель в россию поступила поступили новые ножи это ножи кирицуки есть они в трех коллекциях эта коллекция гол 161 из порошковой стали в коллекции гол который 101 слой из порошковой стали и такой же нож кирицуки есть в коллекции яксель ран это ножи которые сделаны из стали в г-10 нож кирицуки это нож шеф-повара и в японии принято что таким ножом работает исключительно шеф-повар другие повара не имеют права резать такими ножами отличается он от обычного шефа да если посмотреть у него более прямая режущая кромка по форме он тоже напоминает как топорик используется для таких же видов работ в принципе да но он по дизайну по дизайну своей по дизайну лезвия очень отличается и смотрится очень брутально такой прям настоящий настоящий брутальный нож действительно но шеф-повара потому что и в руке сидит он просто отлично и выглядит конечно так устрашающе я бы даже сказал так что присмотритесь кому интересно кирицуки ножи очень классно смотрится что у нас есть в коллекции в коллекции их присутствуют ножи сантоку и японская версия европейского шефа а есть они в двух вариациях с воздушными карманами и без по 16 половиной сантиметров ножи присутствуют как во всех трех коллекциях есть ножи сантоку поэтому можно посмотреть единственное что ножи с воздушными карманами есть только у коллекции гол 161 и у коллекции гол у коллекции супер гол ипсилон которые идут 193 слоя они в единственном экземпляре сантоку там вообще всего три ножа и сантоку там без воздушных карманов также здесь представлены ножи для нарезки филе рыбного мясного 18 25 с половиной сантиметров соответственно да ножи отличаются длинным тонким узким лезвием используется для нарезки суши сашими какого-то мясного филе за на тонкие слайсы чтобы получалось еще в коллекции есть овощные ножи 12 сантиметров также есть для нарезки 15 сантиметров еще нож если даст равном где-то 18 25 с половиной 15 сантиметров универсальный 12 в коллекциях еще присутствует сантоку 12 с половиной сантиметров такая альтернатива универсальному ножу кому уже надоели дома до обычные универсальные ножи 12 половиной сантиметров которые идут до 12 сантиметров и это в принципе альтернатива такой маленький топорик это конечно не топориком не надо рубить кости он для этого не предназначен это такая альтернатива универсальному ножу так что посмотрите тоже интересное решение естественно обвалочные ножи стандартные 16 половиной сантиметров используется для обвалки мяса отделение жил от мяса мяса от костей до соответствии такой закругленной формы режущая кромка ножи яксель производится не только для домашней кухни но и для профессиональной поэтому линейки большие в коллекции представлены ножи для профессиональной кухни не все используют дома такого рода ножи даже вот на примере да есть шеф 25 с половиной сантиметров но мало кто дома разделывает большие туши но в ресторанах на профессиональной кухне такие ножи необходимы поэтому в коллекциях яксель есть различного вида ножи для разных работ в том числе на профессиональной кухне также у линеи go 161 и go есть дамасские ножи до серейтерным лезвием для хлеба дополнить свою линейку но серейтер он и так сам по себе да и очень трудно затупить особенно если это нож из порошковой стали с закалкой в 63 единицы по шкале рокула это просто невозможно наверное на на века такой нож сделан но так как люди покупают себе хотят полную линейку до ножей если вы собираете то и нож для хлеба тоже компания яксель предоставила такую возможность иметь в такой линейке и стандартный овощной нож который используется для нарезки и чистки овощей и фруктов в общем все ножи сделаны из рукоятка из микарты сталь порошковой sg2 закалка 63 единицы по шкале рокула и еще раз повторюсь что отличаются они только количеством слоев и дизайном какую коллекцию выбрать вы уже сами потом посмотрите ссылку мы обязательно оставим в описании а теперь давайте перейдем к тесту этих ножей не зашло оно до конца он поверх куда прошел давай мы сейчас поставим еще за рубин низко теперь улетел вот не туда друзья ну что как нож справился с томатами и яблоками я надеюсь вам понравилось давайте посмотрим как он справится с косточкой авокадо а зачем нам вот этого конструкция вы увидите дальше попробуем разрезать авокадо вдоль и вот он разрезал полностью косточку и вообще без особого труда в принципе ну что ж а теперь давайте посмотрим зачем нам нужна эта конструкция друзья теперь у нас такой необычный тест мы решили попробовать разрубить курицу полностью этим ножом посмотрим как поведет себя режущая кромка после этого но хочу вас предупредить что не надо повторять это дома потому что кухонные ножи не предназначены для рубки костей они предназначены для нарезки продуктов а для рубки костей используйте пожалуйста специальные топорики и специальные пилы не надо повторять наш эксперимент у себя дома и возможно портить свои ножи потому что все может случиться используйте ножи по назначению а теперь давайте проверим как поведет себя порошковая стали с г-2 непосредственно в данном тесте главное попасть разлетелось ну что друзья этот нож прошел тест нашей курицы вполне отлично показал себя хорошими результатами с режущей кромкой ничего не произошло сейчас мы посмотрим еще поближе на нее но прежде давайте попробуем после всего этого порезать еще томаты я уверен что острота у данного ножа никак не изменилась сейчас нас съезжает поверхность вся мокрая сейчас на мокрой поверхности слишком съезжает у нас томат фиксируем и еще разочек вот такой вот тоненький тоненький слайс прям прозрачный срезает никак у нас не повлияло на остроту наш тест уже уезжает все-таки с мокрой доски на остроту никак не повлияло с режущей кромкой у нас ничего не произошло сейчас мы на нее посмотрим чуть поближе эти ножи идут в подарочных упаковках можно их приобретать соответственно как для себя так и в подарок посмотреть коллекцию какой вам подходит лучше можно по ссылке в описании мы оставим ссылочки на все три коллекции если у вас есть какие то вопросы по этим ножам вы всегда можете задать их нашим специалистам по бесплатному номеру 8 800 350 10 97 поэтому спасибо вам за внимание и до скорой встречи